Найти ребенку семью. Эту государственную задачу сегодня выполняет Управление опеки и попечительства по Щелковскому району. Ведь от того, какие у ребенка будут папа и мама, зависит его будущее и счастье в семье. Щелковскому управлению исполнилось 10 лет. В фойе театрально-концертного центра Щелковский театр счастливые дети и взрослые. Несколько лет назад они и не знали о существовании друг друга. Познакомились и стали родными во многом благодаря сотрудникам Управления опеки. В семье Петровых Вера и Александра пятеро детей, трое дочерей, приемные. Школу приемных родителей мы закончили в 2014 году, а окончательное решение принять ребенка в семью только в 2016 году. То есть надо было осмыслить, надо было понять, надо было собраться и вот, собственно, все получилось. Где-то, так скажем, сложности, а вот когда дети улыбаются и прибегают, это большая радость. Просто любим детей. Кто-то должен этим заниматься. Почему не мы? Порядка 800 детей было выявлено в Щелковском районе, Латинопетровском и Фрязине. Более 200 детей специалисты Управления опеки и попечительства помогли усыновить. Остальных передали под опеку или в приемную семью. Это результат работы за 10 лет. За каждым ребенком трогательная судьба, которую удалось сделать счастливой. Большая часть этих детей, наверное, 95% устроены в семьи граждан, жители наших районов, округов городских и Московской области. Но есть еще достижения такие значимые очень, я считаю. Это, например, в пять раз у нас уменьшилось количество детей-сирот, проживающих в государственных учреждениях на территории Щелковского района городских округов Латинопетровский и Фрязина. 10 лет назад в приемных семьях воспитывалось 23 ребенка, сейчас – 247. Еще больше семей желают принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Два года назад, благодаря сотрудникам органа опеки, ныне действующего управления, я стала в третий раз мамой, приемной мамой, именно в Щелковском районе, потому что моя доченька – она уроженка именно Щелковского района. Управление опеки тесно взаимодействует с администрацией Щелковского района. За 10 лет в муниципалитете детям-сиротам приобретено 105 благоустроенных квартир исключительно в домах-новостройках. В этом году мы отмечаем и 100-летие со дня образования этой службы как института в нашем государстве. И на протяжении всего этого времени было очень непросто, и в каждый период истории развития нашей страны эта служба выполняла разные задачи, но по сути задача не менялась и была всегда одной – это помочь тем, кто нуждается сегодня в эту минуту в помощи. Людмила Денисова руководила органом опеки в 90-е годы. Слушаю сегодня выступление и очень радуюсь тому, что на сегодня государство поддерживает детей и на уровне области, и на уровне правительства нашего Российской Федерации, что есть такая помощь реальная. Ветеранам и действующим сотрудникам вручили почетные грамоты. Во главе стоит судьба ребенка. Если он вырастет счастливым, значит потом он создаст счастливую семью. И значит потом в этой семье, мы надеемся, будут счастливые дети. Вы представляете, какое великое государственное дело вы делаете? Ваш труд, ваше отношение к этому заслуживает, наверное, гораздо большего. Почему? Потому что здесь не столько, наверное, важна профессия, это тоже, наверное, нужно для профессиональных качеств, как ваша душа, ваше добро, ваше призвание. Оксана Терехова пошла на ответственный шаг, взяла на воспитание Кроху Алису. Мы являемся приемной семьей. Мы очень хорошо взаимодействуем с органами опеки. Они нам очень сильно помогают, всячески способствуют нашему развитию. Все, что происходило в тот день на сцене, было построено силами детей, у которых не так давно появились папа и мама. Ребята читали стихи, пели и танцевали на радость себе и взрослым. Михаил Налетов, Валерий Жиглеев, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо. Спасибо.